Виктор Паньков Итак, начнем с S&P500. S&P500 вчера вернулся в канал. Видим, что была тестирована нижняя граница трендового канала и затем мы пошли в восходящем направлении согласно основному сценарию. Сегодня в период азиатских торгов мы пробили очередную трендовую линию. Пока что закрепляемся выше нее и ближайшая цель перед более серьезной коррекцией это у нас диапазон 3809.99-3817.79. С текущих позиций можно рассматривать данное движение на достижение этих целей, а затем будем ждать небольшой коррекции и продолжения восходящего движения до более дальних целей 3.853.30-3.869.44. В случае, если цена пойдет вниз и будет закрепляться ниже трендовой линии, то будем ожидать движения изначально к нашим ключевым уровням поддержки 3.744.74-3.717.56. От них мы еще можем оттолкнуться и преодолев рубеж в виде трендовой линии сопротивления пойти к нашим верхним целям. Ну а если же все-таки будем проторговывать их и закрепляться ниже трендовой линии, тогда пойдем к нашим нижним целям. Здесь у нас ближайший уровень. Это неотработанный психологически уровень 3.662.17. На него и будем ориентироваться изначально. Ну а более дальние цели в случае движения цены вниз будем корректировать по ходу. Евро-доллар вчера укрепился, точнее ослаб ввиду укрепления американского доллара, достиг ключевого диапазона и сделал небольшую коррекцию порядка 30 пунктов. Сейчас здесь идея следующая. Исходя из вот этого срыва цены, полагаем, что перевес находится на стороне медведей, поэтому ожидаем дальнейшего снижения. Снижение у нас здесь может быть с вами в первую очередь до котировки 1.20.37. Это котировка по структуре движения цены. И более дальние цели, те которые мы отмечали с вами ранее. 1.19.81 и 1.19.97. Ключевые уровни сопротивления 1.20.98 и 1.21.19. Также можно рассмотреть дополнительно уровень 1.21.07. Поскольку здесь у нас есть несколько целей недалеко друг от друга, то можно даже пометить это как область. По основному сценарию мы с вами ждем снижение либо с текущих позиций, либо после небольшой коррекции к нашим верхним целям и движения в нисходящем направлении. Фунт доллар. Фунт доллар продолжает блуждать во флете. В очередной раз мы вчера оттестировали верхний уровень сопротивления и оттестировали линию поддержки. Продолжаем до сих пор находиться в рамках этих границ. И здесь у нас основной сценарий будет следующий. Фунт находится под давлением. Доллар то и дело последние несколько дней пытается укрепиться, причем ко всей корзине основных валют. Поэтому вполне возможен исход, что после тестирования вот этой линии поддержки и сопротивления, мы с вами пойдем на пробой трендовой линии и на тест нижней зоны ликвидности 1.35.83-1.36.02. Это будет наш основной сценарий, то есть именно ждем пробоя, закрепления и отсюда уже спокойно заходим в селл по фунту. Альтернативный сценарий это движение в восходящем направлении, пробой локального максимума, достижение верхних целей по ликвидности 1.37.68-1.37.87. Здесь уже можно рассматривать смело среднесрочное падение данной котировки, поскольку находимся мы на таком своеобразном пике, но с учетом фундаментальных особенностей вполне возможен технический коррекционный откат. Доллар японская иена достиг вчера очередных целей, как мы видим еще раз мы пробили локальный максимум, оттестировали верхнюю границу целевого диапазона и вроде как цена даже готова пойти в восходящем направлении. Но обратите внимание, сегодня на азиатских торгах мы пока не смогли преодолеть вчерашний экстремум, поэтому пока что мы вправе с вами ожидать коррекции к одному из ключевых уровней 104.657-104.468, и отсюда уже можно будет работать в восходящем направлении. Тем не менее, если мы пойдем вверх с текущих позиций, то при пробое локального максимума можно будет рассматривать с небольшим стоп-лоссом продолжение восходящего движения. Здесь у нас будут ближайшие котировки находиться вот в этом районе. Между ценами 105.171 и 105.366. Ну а более дальние цели мы с вами отмечали ранее, это 105.470-105.550. Это у нас цели короткосрочные, поэтому вполне возможно, что вот эта среднесрочная цель в виде структурного образования, она задержит цену и отправит на коррекцию раньше, чем мы доберемся до короткосрочного диапазона. Доллар-канадец также пребывает в небольшом флете. Здесь мы видим, что не можем преодолеть верхнюю границу. Постоянно ее тестируем. И вчера у нас был тест. И в принципе сейчас здесь у нас идея следующая. Общий тренд среднесрочный у нас до сих пор смотрит в повышение. То есть пока что мы не высказали никаких конкретных предпосылок к тому, чтобы скорректироваться в нисходящем направлении. Поэтому рассматриваем основной сценарий следующий. Возможно мы еще немного скорректируемся до вот этого уровня поддержки и сопротивления. Это у нас котировка 1.28.037. И отсюда пойдем на пробой трендовой линии. После закрепления ретеста можно рассматривать движение вверх. Ближайшая цель находится в районе 1.29.33. Это цель по структурному движению цены. Но неподалеку находится и ключевой диапазон 1.29.38-1.29.62. Поэтому при походе вверх, скорее всего, мы будем тестировать сразу несколько целей. Некоторые из трендовых линий здесь можно поубирать, которые уже не актуальны. Но остальные мы пока оставляем. Этот трендовый канал также можно убрать. И здесь уже структура у нас абсолютно понятна. Ну а если мы пойдем вниз и будем закрепляться ниже линии поддержки, тогда с большей вероятностью стоит ожидать нисходящего движения к котировкам 1.26.66-1.26.84. Доллар-франк вчера-таки прорвал верхнюю границу. Наконец-то мы вышли из флета, причем сразу же пробили несколько целей. Была здесь небольшая реакция, порядка 20 пунктов. Но с учетом накопления едва ли стоит ждать каких-то глубоких коррекционных моментов ликвидности. Сейчас на данном инструменте валом. Поэтому с текущих позиций ожидаем дальнейшего похода в восходящем направлении 0.89, 0.90, 0.2 наша цель ближайшая. Отсюда только уже можно будет подождать каких-то коррекционных моментов в район, например, вот этой проторговки. И затем работаем дальше в продолжении восходящего движения. 0.90, 214, 0.90, 445 наша более дальняя цель сверху. И ключевые уровни поддержки пока что на текущий момент 0.89, 0.28, 0.89, 0.7. Обратите внимание, что когда мы будем пробивать локальный максимум, то эти уровни поддержки у нас будут подтягиваться. Австралиец доллар перешел в небольшой флет. Вчерашний день для него не ознаменовался каким-то конкретным движением. Скорее всего, движение будет получено сегодня или, по крайней мере, в среду, когда уже рынки окончательно проснутся. Здесь у нас пока идея следующая. Мы рассматриваем выход из вот этого флетового диапазона. Если это будет выход вниз, то здесь стоит после реакции от уровня 0.75, 88 к нижней границе проторговки дождаться закрепления и работать дальше в нисходящем направлении. 0.75, 12, 0.75, 34. Наша цель снизу. Но если мы все-таки будем выходить наверх и закрепляться выше трендовой линии, то здесь у нас цель остается прежней. Это 0.77, 72, 0.77, 78. Новозеландец доллар также вчера походил в небольшом флете. Здесь у нас продолжается общая тенденция нисходящая. Ожидаем дальнейшего снижения данного актива. Ближайшая цель 0.70, 87, 0.70, 99. В случае, если мы все-таки будем идти в восходящем направлении, то только при закреплении выше вот этого сосредоточения трендовых линий стоит говорить о том, что у нас восходящая тенденция снова преобладает. И актуальна цель 0.72, 59, 0.72, 74. До тех же пор рекомендуется придерживаться именно южного направления. По данному активу цели мы с вами обозначили. Золото. Золото вчера походило во флете. Вроде как предприняло попытку немного укрепиться, но тем не менее осталось в рамках пятничных торгов. Поэтому здесь у нас есть с вами новая формация вложенного дня, новые границы движения. Не успели мы, как говорится, отработать предыдущие. Появились следующие. Поэтому сейчас больше всего ликвидности у нас собрано с вами вверху. Поэтому ожидаем с текущих позиций восходящего движения. Здесь у нас первой целью будет выступать уровень 1880, 20, 9. Ну а затем уже идут два целевых диапазона, оттестировав которые будем ожидать коррекционных моментов в нисходящем направлении. Ну и более дальние цели по золоту находятся в районе 1943, 76, 1956, 34. Какие-то локальные цели более близкие будем корректировать после выхода из этого флэтового диапазона. Серебро пока что скорректировалось. Вчера обновили мы локальный максимум, причем достаточно неплохо. Можно сказать, даже обновили глобальный максимум, то есть пробили абсолютный максимум. Поэтому сейчас у нас здесь с вами идея следующая. После небольшой коррекции к одному из уровней 27, 79, 26, 70 мы ожидаем дальнейшего восходящего движения. Цель находится в районе 30, 66, 31, 47. Здесь стоит ориентироваться на котировку 30, 87. От нее даже можно пробовать какие-то агрессивные продажи при подходе цены к данным значениям. В случае, если мы будем уходить вниз и закрепляться ниже 26, 70, здесь у нас откроется путь к нашим нижним целям и диапазону 22, 38, 22, 80. Но пока что здесь тренд явно восходящий и рассматривать нисходящее движение не стоит. Нефть марки Brent вчера также пробила трендовый канал. Видим, что пришли мы в ключевой диапазон, сделали небольшую реакцию с ретестом верхней границы и двинулись дальше. Рассматриваем движение к неотработанным верхним целям. Это диапазон 57, 66, 58, 45. Это может произойти как с текущих позиций при открытии европейских торгов, либо после небольшой коррекции к уровням 56, 50, 56, 19, либо более дальнему 56, 65. Здесь, конечно же, предпочтительнее будет выбирать именно вот эти первые два уровня, поскольку первый у нас находится выше верхней границы флетового накопления, ну а второй представляет собой диапазон, стоящий из двух ключевых уровней, поэтому через ложный пробой мы также можем с этого диапазона оттолкнуться и пойти в восходящее направление. В то время как реакция от нижнего уровня, она, скорее всего, уже оставит цену снова внутри данного флетового накопления, и мы пойдем тогда к нижним целям 54, 30, 54, 52. И доллар-рубль. Через 30 минут буквально откроется московская биржа, начнутся торги. Пока что мы здесь имеем структуру вложенного дня. Отмечайте себе, пожалуйста, эти уровни. 75, ровно 76, 52. От них мы будем знать отскока. И 76, 71, 76, 90, 74, 59, 74, 80. Это ключевые диапазоны, с которых следует искать какие-то разворотные моменты или ключевые опционные уровни, находящиеся непосредственно внутри этих диапазонов, и от них работать в противоположную сторону. В целом же тренд у нас все еще остается восходящим. Ближайшая цель находится в районе 77, 42. Это цель по структурному движению. Поэтому продолжаем придерживаться направления на север. Более дальняя цель, напомню, находится в районе 78, ровно 78, 43. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли!